Я Эдзик Солак Виштоноян. Родился 1 января 1975 года в Калининском районе село Мецаван. Я начал работать в Калининском райотделе в милиции. Поступил там на работу. Я там работал до 2018 года и на звание майора вышел на пенсию. После этого я два года поехал в Россию на заработку. А в 2020 году уже из-за коронавируса не мог я с семьей поехать в Россию на заработку. Остался здесь. И в Армению тоже занимался строительством. 27 сентября, когда началась война с Азербайджаном, мне и сына там поймали на стройке и отвезли в военкомат. Я в военкомат договорился, чтобы место сына мне забрали. И договорился, что я должен службу везти в территорию в Армении. Не хотел поехать в Карабах, потому что это не наша земля. Если надо, за Армению я готов служить, а за Карабаха не хочу служить. Мне отправили в Алавердинском районе, заставив служить. Несколько дней я патрулировал там, потому что оттуда военнослужащих отправили на границу с Азербайджаном, чтобы они там воевали. И там мне сказали, что вы должны службу везти на другом части, на территории в Армении. И со мной еще одного отвезли до Еревана. Там нас ждал уже КАМАЗ, на котором были уже люди. Там мы вместе собирались 33 человека. И там нам тоже всех обещали, что не везут в Карабах, потому что мы знаем, что это не наша земля, и нам не надо туда поехать. Они обещали, что мы будем служить на территории Армении. Когда выехали Горис, остановились КАМАЗы, нам раздали оружие, автоматы. Мы не хотели брать оружие, но там нам уговорили, что это для безопасности. Самозащита может понадобиться. Итак, нам отвезли на территорию Азербайджана в городский район. Там нам показали места, где надо окопы копать. Мы начали окопы копать. Когда начали бомбить, мы встали и убежали. Со мной те, которые были, 33 человека, они были молодые. Еще там на заставе было где-то человек 15 до нас, которые там служили. Они все были молодые, убежали, и я не мог с ними убежать. Решил сдаваться. Бросил автомат и сдавался Азербайджанской армии. Обращаюсь ко всему армянскому народу. Дорогие соответственники, не надо отпускать наших детей воевать в азербайджанской территории и проливать кровь. Мы раньше жили очень хорошо. Мы были друг с другом очень близко. У нас были добрососедные братства и народ. Меня зовут Валера Айапетян. А что ты? Я из Степанакирта. Родился там, в Степанакирте, 1997 года. В 2014 году я начал службу и закончил 2016 года. После службы, все это время, увидев то, что творится в стране, понимая, как они обманывают нас, мы решили с семьей переехать в Москву и жить там. Там я работал грузчиком на складе. Приехал я в Степанакирт 1 сентября для того, чтобы продлить визу. И в это время, в этот промежуток, начался боевые действия в Карабахе. И понимая, что Карабаха это не армянская земля, это азербайджанская земля, я не хотел пойти воевать. Ко мне, 28 числа сентября, ко мне домой пришла повязка, что я должен пойти в военкомат. Но я отказался, никуда не пошел. И через день, 29 сентября, ко мне пришли трое человек, двое с автоматами и один офицер. А этот офицер сказал, что они призывают меня к службе, как бы, мобилизируют. И если я откажусь, они тут же меня отвезут в тюрьму. Мы пошли из моего дома в Полит. Там нас было примерно 40 человек. Они сразу раздавали все и мобилизировали две автомобили, машины военные. И нам сначала сказали, я спросил их, куда мы идем, я не пойду на передовую линию, я не буду воевать. Они сказали, что ты не будешь воевать, ты пойдешь, посидишь на третьей линии 3-4 дня. Тебя потом подменят, и ты приедешь снова во Степана Герд. Я сказал, хорошо. И тогда два автомобиля, все заполнили людьми, и мы поехали прямо в передовую линию перед Гадрюдом. Наш офицер пришел и сообщил, что мы должны отступать. Отступать, так отступать. Там примерно было 400 человек. Они взяли по 100 и по разным путям распределили и отправили нас. Мы шли к сторону Физули, там попали под обстрел. Так, там попали под обстрел. Я сразу же убежал налево, понимая, что я не пришел туда, чтобы воевать. Вот именно поэтому мне остается только одно, убежать от пуль, от войны. Я убежал налево, ко мне присоединились 8 человек, со мной 9. Ко мне присоединились 8 человек, и мы стали ходить по горам, не понимая, куда идем, и не понимая, что будем делать дальше. На следующий день, когда уже было светло, я проснулся, услышав голоса азербайджанских войск. И в это время они говорили что-то. Мы сказали, что мы не хотим воевать, потому что это не наша земля. Мы не пришли сюда, чтобы за это воевать. Нас принудительно привезли сюда. Мы сейчас тоже ничего не хотим делать, мы хотим просто сдаться и жить. Мы не воюем, мы просто хотим жить. Мы стали по одному выходить к ним. Они нас взяли, потом повезли. В общем, и сейчас все, думаю, все к лучшему идет. Обращаюсь к армянскому народу. Братья, сестры, не надо воевать за то, что не принадлежит нам. Не надо отправлять сыновей, мужей туда, на войну, особенно за то, что они могут умереть попросту. Можно жить в Карабахе, не обязательно это, пойти в Армению. Если есть человек, который хочет жить в Карабахе, он может жить в Карабахе, в азербайджанском составе. Так же хорошо, как было давно. Как было в те времена, когда азербайджанцы и армяне жили по соседству. Ибо тогда тоже было очень хорошо, очень нормально. Я сейчас нахожусь в плену, со мной обращаются очень хорошо. И увидев это обращение, я хочу обращаться к вам, что надо задуматься, надо понять, что не надо попросту отнимать с жизни стольких людей. Не надо.